Где найти ресурсы для дальнейшего развития? Если совсем честно, у современных женщин с этим проблемы. Потому что я работаю только на дачу, а вдруг он уйдет от меня? Я падаю в какой-то момент. Я не хочу, чтобы мне было больно. Это что, означает, что я умер? Привет, меня зовут Елена Тарарина. В этом видео мы поговорим с тобой о том, где найти ресурсы для дальнейшего развития. И вообще, какие существуют ресурсы. Вот уже 16 лет я занимаюсь тем, что помогаю людям с помощью арт-терапии достигнуть результатов в своей жизни, в своих отношениях, в коммуникации с собой. И сейчас я написала 24 книги, создала огромное количество курсов. Сегодня я хочу рассказать тебе о курсе, который называется «Теория, практика, арт-терапия» — базовый курс. Ведь именно там мы больше всего работаем с темой жизненных ресурсов. Ставь лайк, подписывайся на канал прямо сейчас. У меня для тебя много интересной информации о том, как творчество действительно может стать основным ресурсом твоей жизни. Когда мы говорим о том, где взять ресурсы для развития, нужно сначала ответить на вопрос, а какие вообще ресурсы существуют в твоей жизни. Я выделяю пять основных видов ресурсов, которые жизненно необходимы человеку. Как ты правильно уже, наверное, догадалась, ресурс номер один — это здоровье. Здоровье. Как понять, что у тебя в здоровье все хорошо? Попробуйте найти ответ на этот достаточно сложный вопрос. Ответ будет необычным, и он таков. Когда я вообще не думаю о своем здоровье, мое здоровье — вот такое. Потому что когда у меня что-то болит, я только и делаю, что постоянно-постоянно-постоянно думаю об этом. Поэтому идеальное здоровье — это когда я не думаю о нем. Первый ресурс человека — это здоровье. Второй ресурс человека, безусловно, это отношения. Мы — социальные личности, нам важно быть с кем-то в контакте. Потребность в принадлежности, согласно пирамиде Маслу, одна из глубинных потребностей каждого человека. Мы хотим, чтобы мы были приняты, мы хотим, чтобы нас любили, мы хотим, чтобы нас выбирали, мы хотим, чтобы нас уважали и принимали. И именно это является теми базовыми вещами, которые определяют смысл отношений. Мы открываем свое сердце, вступая в отношения с людьми, и верим в то, что эти люди помогут нам стать счастливее. Первый ресурс — здоровье. Второй ресурс — отношения. Третий ресурс — это наше изобилие, наша карьера, наши деньги, наш социальный успех. Все это я объединяла в одну шкатулку, потому что это взаимосвязанные вещи. Есть, конечно, исключительные люди, которые могут быть очень успешными, но бедными. И точно так же есть люди, которые очень неуспешные, но при этом они имеют достаточно большое количество денег на своих счетах. Я думаю, что мы не будем с тобой впадать в крайности, не пойдем ни в одну, ни в другую сторону, попробуем найти баланс. Итак, третий ресурс, который мы говорим, что он очень важен для того, чтобы двигаться в сторону своего собственного счастья, это наши отношения с другими людьми. Четвертый ресурс — не поверишь, спокойный ум. В смысле спокойный ум? Это что, означает, что я умер? Нет, спокойный ум обозначает, что ты в состоянии абсолютной концентрации способна принимать с первого раза правильные сердечные решения, не интеллектуальные, а сердечные, которые гарантированно дадут тебе то, что ты хочешь. И наша способность пребывать в спокойном состоянии сознания гарантирует нам мягкую, бережную речь с нашими родными и близкими. Наша способность быть в спокойном уме гарантирует нам отсутствие самоедства, самобичевания, самообвинения, потому что в спокойной воде вещи отражаются неискаженными. Мы понимаем, что да, что-то произошло в моей жизни, да, я совершил какие-то неправильные действия. Но это просто неправильный алгоритм. Но это не означает, что я плохая или что я так буду делать всегда. Я в сознании, поэтому я могу принимать правильные решения. И пятый ресурс, который жизненно необходим для того, чтобы двигаться и ощущать воздух этой жизни, это ресурс помощи другим людям. Наверное, я это замечала. Что радует больше всего детей? Понаблюдай за ними, это очень интересно. Когда ребенок бежит со школы, у него такая уже тряпочка, а не рисунок, но видя маму, он кричит, мама, это для тебя! Этот рисунок, этот тряпочек, я тут капнул водой, а тут у меня сережка подошел, мне зарисовал. Но я тебе сейчас объясню, что это. И ребенок, создав любую творческую работу, нарисовав любой рисунок, или найдя что-то интересное, какого-то жука или какой-то необычный листок, он несется к маме, чтобы поделиться. И в этом поведении ребенка сокрыта невероятная мудрость. У каждого из нас одно из глубинных потребностей, именно об этом мы очень-очень детально разговариваем на третьем модуле курса «Теория и практика арт-терапии», базовый курс, где мы раскрываем смысл не только наших внешних коммуникаций, но и отношений с собой, наших потребностей. Мы говорим о том, что нам очень важно для ощущения своей нужности, а не ненужности, для ощущения своей хорошести, для ощущения своей, знаете, очень правильного места в своей жизни. Нам очень необходимо помогать другим людям. Смотри, сейчас я назвала пять ресурсов. Прямо сейчас можешь взять балакноты, ручку для записи и оценить, насколько у тебя в пятом ресурсе способность помогать другим людям есть реализация из ста возможных процентов, насколько у тебя есть реализация в четвертом ресурсе, который называется «Спокойный ум». Если совсем честно, у современных женщин с этим проблемы. Можешь, конечно, себе 100 поставить, но я вряд ли тебе поверю. Третий ресурс наш, как мы с тобой сказали, называется «Деньги и социальное развитие». Напиши, как здесь у тебя с реализацией. Второй ресурс – отношения. Устраивают ли тебя отношения с теми, с кем они у тебя есть? Дают ли твои отношения тебе энергию? В смысле? Отношения должны давать энергию? Я-то думала, что я должна в них только отдавать? Нет. Есть очень интересный нюанс. И вот этими нюансами пропитан весь курс теории практики арт-терапии. Он звучит следующим образом. Когда я боюсь сблизиться, а вдруг он уйдет от меня, я начинаю только давать, чтобы не привязываться. И ничего не беру. И когда я даю, 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 я падаю в какой-то момент. И во мне начинает произрастать и укрепляться устойчивое чувство жертвы. Почему? Потому что я работаю только на отдачу, а на прием не могу. Почему? Не позволяю себе. Почему? А вдруг он уйдет? А вдруг с ним вообще что-то произойдет? Я не хочу, чтобы мне было больно? И вот этот вот страх пережить выход из отношений или страх пережить потерю человека очень-очень многих людей буквально затапливает и не дает возможности получать нежность, драйв, увлечение, счастье в своих отношениях. Посмотри на то, как у тебя баланс брать-давать. Посмотри на то, насколько ты даешь из радости. Потому что давать из жадности или из жалости, так лучше вообще не давать. Все вернется, то, что мы отдаем. И жалость тогда, и жадность. Но нет, мы же хотим любовь получать. И посмотри на первую категорию, которая называется здоровье. Насколько по стабальной шкале, как тебе кажется, ты здорова в своей жизни психологически, нравственно, физически, конечно же, тоже. И интеллектуально. Только что мы с тобой поговорили о пяти ресурсах. Я предложила тебе посмотреть, в каких ресурсах какие у тебя коэффициенты. Для того, чтобы ты могла понять, как и где стоит поработать. Интересная идея есть в том, что куда бы ты ни шла в этих пяти сторонах, ты гарантированно по пути в каждую сторону придешь в центр. В центр чего? В центр себя. У тебя нет выхода не найти себя. Если ты будешь здорова, если ты будешь в отношениях, если ты будешь богатой, будешь занимать достаточный для себя социальный статус, если у тебя будет спокойный ум, и если ты будешь помогать другим людям, у тебя нет шанса не встретиться внутри самой собой. Знаешь, людей, которые встретились с самой собой, очень просто идентифицировать на улице. Эти люди просто идут. У них нет злостной улыбки и недоверия. Они открыты к приятным вещам, и они готовы к неприятным вещам. Они знают, что эта жизнь — это место, где происходит разное. Но их внутренние ощущения баланса и гармонии, потому что пять рек стекаются в единый океан, дают им ощущение того, что они не капля в море, а не та капля, которая — начало океана. Я приглашаю тебя поисследовать курс «Теория и практика арт-терапии. Базовый курс». Там мы делаем очень глубокие вещи. Буквально погружаемся с аквалангом на дно океана. А как еще можно исследовать себя? Меня зовут Елена Дарарина. Ставь лайк, подписывайся на мой канал. Я приготовила для тебя очень много интересного видео о развитии, о творчестве и о пути к себе счастливому.